Первый адрес рабочей поездки министра Феодорский сельский дом культуры с акритами выработал соломы, лазы, папиры, бисеру и инших материалов с керовником культурной голены поделились юные умельцы с Центра народной творчести. Я вот плету цветок. Вот мы все каждую разную часть цветка плетем. И получается вот как там букет целых цветов. Это ткацкий станок. Мы сейчас пробуем ткать и ручное ткачество. Восемь творческих формирований у Придоме культуры, три – при Центре народной творчести. Музей Великой Отчинной войны, куток этнографии, библиотека. Такой разностаенностью культурных объектов может похвалиться далеко не каждый сельский населенный пункт. Дети активные. Дети хотят принимать участие в кружках. Но некоторым просто какое-то направление могут выбирать. Вот они хотят петь. Но однако они же красиво говорят. И мы их больше приобщаем уже к художественному чтению или в драматический кружок записываем. Одна из самых самобытнейших вёсок Столинщины – городная, ведомая далёко за межами краины своим ганчарным промыслом. Сёне его заховываются и пропагандуются в местовом центре ганчарства. У сердца Полесского края, на выспе с песком, меж болот, есть вёска одна, городная. Живел, как славутый народ. Уже 500 годов крутится городнянская ганчарная кола. Есть тут и сёня подобные ганчары, которые не только издевляют гостей своими вырабами, а и молодое поколение своё исправе навучают. В чём у нас сложно? Это самый трудный клем. Это самый трудный клем. Побывал министр культуры и в музее-садибе ганчара. Тут можно побачить, как жил и працевал звычайный городнянский майстер. Ганчары глину копают, робят горшки из банки, и министра сустракают. О, народ у нас який! Больше за сотню установ культуры працуя сегодня на Столинщине. Что Диона сеют зернее на ниве захования культурных традиций, коляпал тысячи супрацовников. Идёт развитие народных ремёсел, идёт развитие различных промыслов, поддерживаются песенные традиции. И вот это мы считаем одним из приоритетных направлений работы, вот именно пласта работников культуры. Ну, я рад тому, что всё начиная и от дома культуры, и библиотека, и клуб, и вот этот вот небольшой, но очень впечатляющий, на мой взгляд, музей, который показывает, как надо сохранять традиции ганчарства, в целом культуры народной, искусства наших промыслов, ремёсел и так далее. Мария Кубец, Алиса Григорчук, Александр Дзяченко, телерадиокомпания «Брест».